Добрый день, меня зовут Александр Катруцци. Я расскажу вам про то, как методологию диплёрнинга можно использовать при оптимизации параметров солверов для решения линейных систем. Итак, на данный момент существует как бы два мира. Один про диплёрнинг, про то, как классифицировать изображение, как там сегментацию делать, распознавать что-то и так далее. Все эти методы основаны на следующих трёх больших компонентах. То есть для этого нам нужны какие-то данные, нужна какая-то большая сложная функция, которая параметризована, и её можно дифференцировать. А также нам нужен какой-то лоск, который будет оценивать то, насколько хорошо работает наша модель. С другой стороны, есть большая теория и много уже лет и веков развивающиеся методы для того, чтобы решать линейные системы, которые возникают очень много где. Я думаю, что, ну я надеюсь, что многие из вас знают, откуда они могут взяться. И пока что эти два мира более-менее не пересекались, и вот в своей работе я попытался как-то их совместить и, используя методологию и техники из диплёрнинга, улучшить метод, который является оптимальным в некотором смысле для решения линейных систем. Для этого, чтобы переформулировать задачу решения линейной системы для применения методики диплёрнинга, мы сделали следующее. Поскольку какой-то линейный солвер — это просто функция от матрицы и правой части, то её можно просто как-то параметризовать таким образом, чтобы сходимость метода была как можно более быстрой. Поэтому здесь есть уже некоторая параметризация, есть какой-то лосс, который отвечает за сходимость, и также есть какая-то функция, которая итерационно приближает решение линейной системы. Пока что не очень понятно, как быть с данными, потому что кроме матрицы и правой части ничего нет. Но несколькими слайдами позже будет ясно, какие вектора будут отвечать за то, чтобы быть данными в нашем методе. Для примера мы взяли линейные системы, которые возникают из дискретизации уровней частных производных, двумерных и одномерных, потому что они обычно разрежены, у них есть некоторые структуры, и поэтому оптимизация параметров для решения таких систем имеет некоторый смысл как с точки зрения ускорения, потому что не надо учить какие-то плотные матрицы, а нужно поддерживать их структуры и в то же время получать более быструю сходимость. Метод, который мы использовали, называется двухсеточный метод, который можно распространить на несколько вложенных сеток. Вот здесь его общая идея расписана, то есть когда мы дискретизовали уравнение, у нас есть какая-то сетка, и для того, чтобы решить уравнение на этой сетке, мы будем как-то ее огрублять, используя принцип разделяя властвуй, и решать уравнение на более мелких сетках, то есть сокращая наши размерности, а потом восстанавливать решение с грубой сетки на мелкую. Это общая идея, которая детально описана на этом слайде. То есть здесь выполняется некоторый набор операций, который зависит от параметров R и P, которые отвечают за то, чтобы спроецировать решение на грубую сетку и восстановить с грубой сетки на мелкую. А также в первом и последнем этапе выполняются некоторые операции сглаживания решения, потому что при восстановлении проекции возникают некоторые ошибки, и поэтому их нужно каким-то образом сгладить. Эти шаги также параметризованы, и находить эти параметры также можно с помощью техники, которая пришла из диплёрнинга. Здесь описан двухсеточный метод. Поскольку на пятом шаге нам нужно также решить некоторую линейную систему с меньшей матрицей, чем исходная, то его также можно рекурсивно вызывать и таким образом получить многосеточный метод. Также важно отметить, что матрицы R и P — это не произвольные плотные матрицы, а какие-то разреженные матрицы, которые поддерживают некоторый шаблон разреженности для матрицы A. Дальше будет понятно, откуда они берутся и каким образом можно поддерживать этот формат. Также этот итерационный процесс можно переписать в таком виде, который позволяет определить то, какой будет лоз в нашей модели и какие параметры мы будем оптимизировать. То есть в качестве сглаживателя мы будем использовать демпфированный метод Якоби, который параметризован всего лишь одним скаляром омега в данном уравнении. А этот итерационный процесс позволяет сделать вывод о том, от чего зависят наши матрицы, то есть те параметры, которые будут оптимизированы, и что будет сигнализировать о том, что сходимость более быстрая. Известно, что спектральный радиус этой матрицы, который каким-то сложным образом зависит от параметров R, P, омега и всех предыдущих значений решения, будет показывать то, насколько сходимость быстрая. К сожалению, здесь на этом слайде вы видите переписанный двухсеточный метод в виде в каком-то смысле нейронной сети, слои в которой являются каждым шагом в двухсеточном методе. Отдельно стоит заметить, что здесь есть слой, который нестандартный, который можно просто представить в качестве слой операцию проекции матрицы на грубую сетку, потому что здесь осуществляется вот такое хитрое перемножение между несколькими разреженными матрицами, и вычисление градиентов этого слоя по матрицам R и P не очень тривиальная вещь. Также вы можете заметить, что архитектура вот этой всей сети напоминает архитектуру резнета, потому что остатки прокидываются через несколько слайдов на предпоследний слой. Собственно, в самой оригинальной статье про резнет именно вот этот многосеточный метод и был заявлен как мотивация того, почему они делают именно вот такие вот прокидывания остатков. Теперь нам нужно каким-то образом все это оптимизировать. Как я уже говорил, в качестве функции, которая является индикатором того, что сходимость быстро является спектральный радиус, однако его явная минимизация является довольно сложной задачей в силу как невыпуклости по параметрам, так и тому, что вычисление максимального сингулярного значения и его субградиентов является довольно затратной задачей. Поэтому вместо того, чтобы считать напрямую нашу целевую функцию, мы будем использовать ее оценку сверху, которая на нашей части выражается всего лишь как фрабениусовая норма самой матрицы. Почему это хорошо, будет ясно на следующем слайде. Это хорошо потому, что для фрабениусовой нормы матрицы в некоторой степени ее можно стихотически оценить с помощью вот такой вот оценки, где вектор z – это случайный вектор, сгенерированный из родимахеровского распределения, которое вот здесь просто дано его явное определение. Таким образом, вместо исходной тяжелой задачи, минимизации некоторой негладкой, долго вычисляемой функции, мы получили задачу минимизации некоторого мат-ожидания, который допускает несмещенную оценку. То есть таким образом нам нужно минимизировать вот эту величину по параметрам матриц c, от которых зависит матрица, при фиксированных некоторых наборе векторов z. То есть в данном случае наши данные, которые должны генерироваться и которые будут выполнять роль батчи в процессе стихотического градиентного спуска, некоторые вариации, это являются просто некоторые вектора, которые, по сути, начальные приближения для двухсеточного метода. Собственно, как будем минимизировать? Очень просто. Это обычный метод стихотического градиента с GDR и с PROPAD. Мы использовали ADAM. Для того, чтобы прокидывать производные в этой архитектуре, мы использовали библиотеку Автоград, потому что для нее очень легко писать свои слои и реализовывать градиенты. Но также PyTorch тоже вполне себе, на нем тоже возможно все это написать. И, собственно, это является одной из следующих целей, чтобы все это распараллелить на GPU и просмотреть большие размерности и мелкие сетки. К сожалению, для многих слоев надо реализовать градиенты, потому что матрицы P, R и A не разрежены, и нужно вычленять зависимость только от ненулевых элементов, что не поддерживается большинством существующих пакетов. То есть везде, где есть спарсные матрицы, они не поддерживают по ним градиенты, и все это надо писать руками. Также, с точки зрения сложности всей этой процедуры, мы опираемся на теремобау Рострассена, о том, что вычисление градиента не больше, чем в 3 или 4 раза сложнее, чем вычисление самой функции. А поскольку здесь, поскольку многосеточный метод является оптимальным с точки зрения по размерности сетки, то мы, опираясь на это, делаем вывод о том, что все эти автоматические дифференцирования будут выполняться довольно быстро. Однако тут возникает еще одна проблема, связанная с тем, что задача, которая здесь ставится, функция, которая вычисляется с помощью вот этой архитектуры, она очень сильно не выпукла по параметрам, и поэтому для того, чтобы минимизировать оценку сверху выраженной этой формулой, нужно очень четко и очень аккуратно подбирать инициализацию. Ну, собственно, тот же самый эффект наблюдается и при обучении ронных сетей, когда инициализация является одним из важных моментов обучения. И здесь мы очень так же встретились с этим феноменом и попытались с ним как-то справиться. А именно справиться следующим образом. Значит, мы знаем, что для... Ну, известный факт, что линейная интерполяция, выраженная вот такими матрицами в случае маленькой сетки, очень хороша для решения уравнения Пуассона. Вот здесь видно, какой шаблон этих матриц, что тут есть некоторые симметричные блоки на диагоналиках, вот, а здесь все нули. Соответственно, если мы будем требовать от наших параметров, чтобы они имели такой же шаблон, то он, по сути дела, параметризуется только двумя цифрами. Одно число, которое стоит в центре, и два одинаковых числа слева и справа. То есть наш метод в каком-то смысле параметризован двумя цифрами для R, двумя цифрами для P и скаляром омега для сглаживателя. Однако, если использовать всегда только такую инициализацию и начиная с нее пытаться оптимизировать, то очень часто для более-менее сложных случаев метод застревает в локальных минимумах и непонятно, что с этим делать. Значит, для того, чтобы побороться с этой проблемой, мы использовали метод гомотопии, который заключается в том, что мы, начиная с матрицы, для которой мы знаем начальное приближение, плавно получаем хорошее решение, потом это решение используем для следующей матрицы, которая является некоторым небольшим изменением исходной матрицы. Также этот метод можно использовать и для обучения нейронных сетей, когда вы знаете хорошие параметры для ваших данных, вы можете незначительно двигать ваши данные и также сходиться, приближаться к тем данным, для которых у вас нет хорошего начального приближения. Собственно, теперь переходим к экспериментам и результатам. Мы пробовали на следующих модельных уравнениях и получили следующие результаты. Собственно, спектральный радиус был получен гораздо меньше, чем для линейных операторов и для другого метода автоматического подбора этих параметров, для уравнения Плассона, для уравнения Гелемгольца, для разных значений частоты, что является хорошим признаком, потому что для больших частот, например, видно, что значение спектрального радиуса, даваемое линейным оператором, гораздо непозволительно велико. Также на этих графиках показано, насколько гомотопия является удачным средством борьбы со стреванием в локальных минимумах, потому что синяя кривая – это если стартовать с линейных операторов и просто сходиться, видно, как все сходится, но сходится в плохой локальный минимум, а гомотопия из-за того, что постоянно начальное приближение меняется с модификацией задачи, видно, как есть некоторые осцилляции, которые, в конце концов, дают гораздо более меньше, гораздо более качественный локальный минимум. Также на этом графике показано, как с увеличением частоты в уравнении Гельмгольца параметры, которые дают линейный оператор и алгебраический мультигрид растут, а предложенный метод стабильно лежит ниже заданного порога. Собственно, на этом все. В своем докладе я рассказал о том, как можно сочетать подходы диплёрнинга и методы для решения линейных систем, как оптимизировать параметры многосеточного метода и что такое гомотопия, и как она может помочь для борьбы с застреванием локальных минимумов. Спасибо. Спасибо. Есть ли какие-то вопросы к докладчику? Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Раз-раз. Вот про линейные системы ОК, а можно это обобщить на случай, как задачи линейного программирования, то есть навесить констранентов каких-то, заменить равенство А на уровень ОФ на какой-то неравенств, на систему неравенств. То есть как это обобщается в данном случае? Ну, насколько мне известно, все задачи, которые встречаются в диплёрнинге с ограничениями, они обычно решаются просто навешиванием штрафов каких-нибудь в целевую функцию и явно не учитывают ограничения. Ну и то, что вы привели пример с линейным программированием, там есть уже оптимальные методы более-менее, которые и так хорошо и решают. То есть там нет проблемы с тем, что тяжело решать. Ну, ограничения в таких задачах обычно проблемы с ограничением, навешиванием просто штрафов и решением безусловной оптимизации. То есть это все решается все-таки на стороне диплёрнинга, а не на стороне вот идей? Да, здесь как бы задача была в том, чтобы как правильно сформулировать лосс, который был бы вычислимым и по которому можно было бы прогонять градиенты. Окей, спасибо. Есть ли еще у кого-то вопросы? Окей. Подлагодарю еще раз докладчика. Спасибо. Спасибо.